Бюджет. Как много в этом слове для политиков. Наконец, сегодня появился финальный вариант главного финансового документа страны на следующий год. Кабмин на своем заседании утвердил проект бюджета 2018 и направил его в Верховную Раду. Теперь депутатов до Нового Года будет сложно по-настоящему увлечь чем-то еще. Второй адресат, который также наверняка получит бюджет на оценку, это МВФ. Если еще вчера тот же Дэвид Липтон, первый замглавы фонда, отказывался отвечать на вопросы об украинском бюджете на следующий год, то после официального утверждения проекта, комментарии МВФ получим обязательно. Ну а начнем с премьер-министра Владимира Гройсмана. Эксклюзивный комментарий для нашей программы по госбюджету. Я абсолютно с оптимизмом смотрю на следующий год. Знаете, за один день стабилизовать то, что разваливали руками, очень сложно. И сейчас, я думаю, что мы имеем абсолютно все основы. У нас всегда стоит выбор. Або мы дошли до точки стабилизации и росту, невеликого, но росту национальной экономики. Або мы идем дальше и пришедшим это рост. Або так уже было не раз. Не один раз было то, что мы доходили до какой-то стабилизации, а потом горы политики расслаблялись, какие-то тимчасовые действия для того, чтобы завоевать сердца украинских граждан. Сердца завоевывали, а потом просто их, я бы сказал, просто відвертались от украинских граждан, про них забывали и пометали про себя. Это не наш шлях. Наш шлях совсем другой. Мы должны сейчас перейти к другому этапу возрастания. И это очень важно. Я наголошу на то, что наше заведение сегодня стабильная валюта, стабильные цены, высшие заработные платы, качественные послуги, медичные, освещенные, инфраструктура и все остальное. Поэтому этот бюджет является честным, вчасно поданным, открытым. И мы готовы к подальшей дискуссии. Владимир Гройсман сегодня сам представлял проект госбюджета во время заседания Кабмина. Озвучил основные бюджетные приоритеты правительства. Так прибавку могут получить у и учителя. Их зарплаты в среднем вырастут на 25% и военные. Значительная сумма может быть направлена на ремонт дорог. Вот только все такие приоритеты еще придется защитить перед депутатами. Ну а заодно и отбить все их хотелки, которых наверняка наберется на десятки, если не на сотни миллиардов. Заниматься этим предстоит министру финансов Украины, Александру Данилюку. До нового года министр наверняка будет частым гостем телевизионных эфиров. Все-таки первое лицо бюджетного процесса. Но сегодня первыми он посетил нас. Спасибо вам за это, Александр. Александр Данилюк, гость подробностей недели. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, смотрите. Бюджеты государства очень часто стараются как-то назвать. Сторонники власти или те, кто составляет этот документ, говорят там о бюджетах развития, бюджетах обороны. У критиков бюджета, как правило, другая риторика. Они говорят, что это бюджет проедания, бюджет коррупции. Вы бы как назвали документ на следующий год? Ну, я бы, скорее всего, назвал бюджетом развития, потому что именно таким он и есть. Он построен на очень важном документе, который мы приняли три месяца назад, первый раз в истории Украины, на триречной бюджетной резолюции, которая была в себе триречную перспективу щодо развития Украины по ключевым направлениям. Мала в себе приоритеты уряду, как мы их финансируем. Вот на базе этой резолюции побудований цей бюджет. Чему развитию? Потому что резолюция показала, как Украина сейчас, состояние, которое находится в 2017 году, как оно может перейти до абсолютно другой ситуации в 2019-м развитии, когда у нас экономика будет в другом состоянии, когда у нас будет качественная освещение, качественная охрана здоровья. И сейчас все бюджеты, которые будут разработаться в рамках этой резолюции, они будут гарантовать цель развития, которую мы заклали два месяца назад. Хорошо. Давайте разбираться, например, с запланированными доходами. Насколько они реалистичны? Несколько лет мы наблюдали, что при составлении проектов на следующий год учитывались многомиллиардные доходы от приватизации, которая не случалась. Этих доходов не было. Что со следующим годом? Наверняка, такие же цифры прописаны, сколько? И будет ли приватизация? Дуже цикавое запитание. А на самом деле, действительно, в истории Украины очень часто доходы подгонялись под то, что нужно профинансировать. Вот у нас, например, очень много людей любят и на это деньги выделить, и на это деньги. А потом, а с чем их финансировать? И тогда малювались какие-то доходы, которые на самом деле не были реалистичными. Вот мы поменяли этот подход. Досит серьезно поменяли. И мы начинаем с реалистичных доходов. Деякие из этих доходов действительно не реализовывались. Например, в прошлом году, на этот год, мы запланировали 17 миллиардов доходов от приватизации. Мы не получаем этих денег. Это факт. На следующий год сколько запланировали? Треба будет шукать альтернативу, как профинансировать. На следующий год от приватизации сколько? Но почему? Потому что мы понимаем, что без приватизации экономика разрастать не будет. Я уже ответ получил, Александр, спасибо. Я ответ получил. Те же месседжи мы слышали и в прошлом году, если честно. Но приватизации так и не случилось. Не по вашей вине. Еще один важный момент, на что я обратил внимание. Вы заложили курс доллара на уровне 29 гривен 30 копеек за доллар. Ваше личное ощущение. Мы перейдем за 30 гривен или все-таки нет? Ну, смотрите, это ориентовный курс, который мы получаем в наш бюджет, строится на макропрогнозе, который разработает некоторые показатели. Национальный банк, внешние эксперты, Министерство экономики. И это средний показатель, который закладен в бюджет. Но это не означает, что у нас будет такой курс. Мы просто рассчитываем бюджет, именно выходя из этого курса. Если он будет меняться, то соответственно и показатели будут меняться. Бюджет, он же такой живый инструмент, живый документ. Экономика развивается, она же не делается по бюджету. Но качественное планирование важливое. Очень важный еще один вопрос. Это все-таки субсидии. Тарифы не снижаются, сейчас даже угрожают, что они могут повыситься. Сколько миллиардов в следующем году уйдет на эти выплаты? Мы закладали 55 миллиардов на субсидии в наступный рейт. Цего будет достаточно. А сколько было в 2017-м, напомните? Было 47. 47. Мы сейчас подняли, когда был перегляд бюджета, но на начале мы закладали 47 миллиардов. И сейчас, в принципе, этот комплексный бюджет, мы уже его два тижни обговорим с МВФ. То есть это важно для нас также отримать и с внешней оценкой. Это реалистичный бюджет, который даже такие консервативные институты, как МВФ, поддерживают. Ну, вообще, как быть с МВФ, раз уж вы заговорили. Вот хочу поговорить о теме внешних заимствований Украины. На какую сумму вы рассчитываете в следующем году материальной помощи от МВФ и, возможно, от других западных наших кредиторов? Ну, по-перше, я бы называл это материальной допомогой. Это кредиты, которые идут, до речи, не в уряд, не в бюджет. Это кредиты, которые вложатся в резервы Национального банка, которые укрепляют нашу национальную валюту гривню. Так. А стосовно финансирования бюджету, то я буквально 4 часа тому повернулся зараз из Ротшоу из Нью-Йорка, где мы встречались. У нас были встречи в Нью-Йорке, в Лондоне, в Бостоне. Это первое Ротшоу залучения внешнего финансирования уже не от МВФ, а от рынков, от внешних, от конкурентных рынков, и финансовых рынков, где мы можем на конкурентных условиях залучить финансирование. Но обещания какие-то вы оттуда привезли, возможно, уже подписаны документы. Мы не работаем на обещаниях. Так, у нас в этом году закладено 1 млрд долларов финансирования залучения внешних рынков. И мы идем на рынки для того, чтобы залучить эти деньги, чтобы выиграть бюджет и выполнять программу МВФ. Тобто, еще важно, что то, что мы получили сейчас от визуков инвесторов, так, мы рассказали нам, как развивается страна, какие наши планы. Все обратят внимание, конечно, на бизнес-климат. И на продолжение реформ. Стосовно бизнес-климата, очень много чего сейчас сделано. И мы покращили сейчас и систему администрирования ПДВ. До речи, эта система дает сейчас плюс 3 млрд в бюджет только за последние 2 месяца. Александр, я вам могу только одно пообещать. Мы уже вышли за тему бюджета. Вот о бизнес-климате, о том, как чувствует себя иностранный бизнес в Украине. Я обязательно подниму эту тему, но уже в следующих выпусках по долгности недели. И обязательно вас приглашу и обсудить. Спасибо, министр финансов Александр Даниловик был моим гостем. Мы с вами продолжаем. В Украине назревают коммунальные бунты. Задолженность по стране, заводу, электричество, газ, даже старые долги за тепло по всем позициям уже под 30 млрд грн. И это при том, что западные кредиторы призывают Украину еще повышать базовую цену на газ. Это значит провоцировать рост и остальных тарифов. Кстати, уже упомянутый мной Дэвид Липтон в интервью «Экономической правде» сказал и об этом тоже. Мол, Украине очень важно деполитизировать вопрос газовых цен и выполнять все обязательства по автоматическому изменению цены на газ в нашей стране вслед за колебаниями цен на мировом рынке. Но вот только если уже существующие тарифы многие в Украине не тянут, то что же будет, если их еще повысят? Тему продолжит Павлина Василенко. Нет, не горячая. У меня, как и у многих украинцев, уже несколько месяцев нет горячей воды. И если нет бойлера, то принятие душа превращается в марафон с кастрюльками. И таких марафонцев в Украине сотни тысяч. Пробежки с горячей кастрюлей и с кухни в ванную впору признать национальным видом спорта. В Киеве некоторые жители закаляются по неволе уже несколько месяцев. Люди платят за воду, а воды вот с 31 мая, как включили, до сих пор нет. Так ждали первое сентября, думали для детей подарок нам сделают, чтобы школьников чистых на учебу отправить. Но, к сожалению, этого не произошло. Грязная пастель, вы таки помыли. И как помыли? Моем с кастрюли, чашечкой поливаем. А похолодела вода из-за неплательщиков. Долги Киева за отопление горячую воду 2 миллиарда 600 тысяч гривен. И это десятая часть долгов всей Украины. Парадоксально, но самые злостные неплательщики живут в новых элитных домах. Вот, например, жильцы этого комплекса на Печерске, где квадратный метр, к слову, стоит от 50 тысяч гривен, задолжали за услуги почти 3 миллиона. Всего таких элитных домов-неплательщиков в Киеве три. И общая сумма долга – 10 миллионов гривен. А за долг в 35 миллионов гривен 200-тысячный областной центр Тернополь с начала августа остался без горячей воды. И когда включат – неизвестно. Горожане уже вторую петицию на сайте горсовета размещают с просьбой освободить от закаливания коммунальных заложников и включить горячую воду исправным плательщикам. Такие отключения абсолютно неправомирны и противоправны. Я плачу, у меня нет заборгованности. Вы, поставщик данной коммунальной послуги, не имеете права меня отключить с той причиной, что мой сусід не платит. Если мой сусід не платит, будь ласка, у нас правовая края, но оказывается, можно исправно платить, а должником стать. У меня вот это посвящение уснуне. Вот посвящение инвалиду войны. Льготы бывший афганец Богдан Федин получил два года назад, но на прошлой неделе узнал – должен за газ больше тысячи гривен, хотя по счетам платил вовремя. В газконторе объяснили. Еще в прошлом году таким, как он, госпомощу резали. Как платить не знает. Говорит, и так экономит, как может. Живет на одну пенсию. Но заплатить за услугу вовсе не означает ее получить. К примеру, бывает и так, что горячая вода вроде и есть, но по факту ее нет. Как у жительницы Львова Софии Ивановны. Сливать воду для пенсионерки – дорогое удовольствие. Щетчик мотает, как бешеный. Чтобы экономить воду, приходится расходовать газ. Но платежки все равно приходят космические. Для того, чтобы не потерять субсидию, пришлось одалживать деньги. Вот прошу. Тысячу, тысячу две гривни. За коммуналку и уборку придомовой территории. Жители этого района Днепра платят немалые суммы. Но уже много месяцев и глаз радуют горы отходов. На эту свалку несут все. И строительный мусор, и домашний хлам. Хотя совсем рядом полупустые баки. Моя дочка вот такая гадюка видела. Вот сыхающих, так она разводится? Да, вот тоже гадюка. Там все-таки и нет. Люди надеются, что коммунальные службы приедут и заберут отходы. Но не тут-то было. Месяц звоню ему. Три раза звонил, они говорят, ну, вам уже должен был прийти ответ. Ответ такой, что это не проблема департамента по мусору. У нас департамент по мусору есть, оказывается. И департаменты есть, и платежки регулярно приходят. А надлежащих услуг нет. При этом доказать, что коммунальная услуга ненадлежащего качества крайне сложно. В результате украинцы часто платят за несуществующие услуги. Парадоксальное законодательство. Для того, чтобы зафиксировать и факт неналежного подняга, я должен вернуться к тому, кто из действия поражения. То есть заоцикавленные услуги. А многим людям просто не по карману тарифы. Долг украинцев за коммуналку – 28 миллиардов гривен. Для сравнения, если в прошлом году платили 94% людей, то теперь 83%. Лидерами по долгам на конец лета стали Тернопольская и Черновицкая области. Но самый крупный должник – государство. До сих пор не проведены взаиморасчеты с тепло- и газоснабжающими предприятиями за субсидии и льготы. И сейчас этот борт складывает где-то 24 миллиарда. То есть коммунальники выявились с такой величайной финансовой дыркой. С одного боку население, которое не сплачивает, с другого боку державный бюджет, который не сплачивает. Это все приводит к занепаду и коммунального господарства, и к колоссальных незручностей для населения. А впереди – отопительный сезон и новые цифры в и без того солидных платежках. А значит, коммунальные долги будут только расти, как снежный ком. Павлина Василенко, Галина Якушко, Елена Миндалюк, Ольга Паломарюк и Сергей Килимник. Подробности недели. Телеканал «Интер». Обсудим и эту тему, и планы Рады на ближайшие пленарные недели с представителем оппозиции. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, гость подробностей недели. Приветствую вас, Юрий Анатольевич. Ну смотрите, мне кажется, моя коллега Павлина Василенко права, будут расти долги, как снежный ком. Сейчас уже около 30 миллиардов. Они ведь не один год накапливались, эти долги. Новый отопительный сезон, к весне эксперты прогнозируют до 50, эта цифра уменьшится. Что со всем этим делать, с этим валом? Ну, о чем с того, что сегодняшнее правительство и предыдущее сделали дичайшую глупость, когда 8 раз подняли цены на газ, из-за чего, собственно говоря, и произошло повышение тарифов для населения. Вот когда сделали такой подъем тарифов, которые люди вообще не могут платить, и всю страну посадили на субсидии, дальше выяснилось, что не хватает субсидий в бюджете. И сегодня дефицит субсидий уже мы видим около 15 миллиардов за этот год. Поэтому эти долги накопились недавно. Это накопилось за последние три года. И они действительно будут расти, потому что люди просто не в состоянии платить. Какой из этой ситуации выход? Во-первых, убрать эту несправедливость, тарифы снизить нужно в два раза. Сколько невозможно объяснить, почему газ собственной добычи, себестоимость которого 700 гривен, должен продаваться за 7 тысяч. Даже со всеми налогами, с отчислениями, с инвестиционными составляющими, это около 2,5 тысяч. Поэтому надо снижать тарифы минимум в два раза, и тогда вся страна не будет заложником субсидий. Тогда люди смогут платить. А так это в ком будет нарастать. Ну, вообще-то при низких тарифах, возможно, и о субсидиях можно будет забыть. Если говорить о следующей пленарной неделе, Юрий Анатольевич, ну, главный вопрос запланированный, это пенсионная реформа. Ваша фракция готова поддержать проект, который прошел уже первое голосование? Там два вопроса, которые вызывают резонанс в обществе. Это пенсионная реформа и медицинская реформа. Значит, мы считаем, что обе реформы не готовы. Обе реформы породят еще больше хаос в стране. Особенно пенсионная реформа, которая абсолютно неправильно сделана правительством, когда вообще лошадь поставили впереди телеги и пытаются сдвинуть эту конструкцию. Поскольку что произошло? МВФ требует снижения дефицита пенсионного фонда. Что должно сделать нормальное правительство? Оно должно увеличить наполнение фонда для того, чтобы был меньше дефицит. Для этого надо либо повысить среднюю зарплату по стране, и увеличить количество рабочих мест, потому что сегодня один работающий кормит одного пенсионера в нашей стране. И при существующей средней зарплате в 7000 гривен, 20% отчисления в пенсионный фонд, вот 1400 гривен может быть пенсия без дефицита. Пенсия около 2000, то есть, соответственно, есть дефицит. Поэтому правительство надо думать о том, чтобы поднимать либо зарплату, чтобы увеличить отчисления, либо чтобы не один работающий кормил одного пенсионера, а их было два, как это в Европе. Пошли по самому тупому и неправильному пути. Просто сократили выплаты из пенсионного фонда, уменьшили их, и за счет этого отчитываются перед МВФ о том, что будет ликвидирован дефицит. Естественно, мы на это пойти не можем, поскольку у нас уменьшится количество пенсионеров, получающих пенсию. Берем второй вопрос, медицинская реформа. Понятно, что медицину надо реформировать, все недовольны, 70% населения считает, что медицина отвратительна. Но надо же подумать, как это сделать. Они пошли по какому пути, взяли первое, практически узаконили платную медицину. То есть, если человек приходит делать операцию, он должен за нее платить, и непонятно, откуда он возьмет деньги для него. То есть, страховая медицина, как таковая, не отработана. Как во всем мире. Есть страховая компания, которая оплачивает услуги, медицинские услуги. Ну, вот только что Юрий Левченко в предыдущем разговоре говорил о том, что перекладывают ответственность государства, залезают в карман больных, и таким образом хотят что-то реформировать. А дальше еще хуже. По всем разговорам о децентрализации, о том, что повышается финансово самостоятельство регионов, делают орган, агентство, которое в ручном режиме будет распределять весь медицинский бюджет, 97 миллиардов гривен, вплоть до ФАПа. То есть, местные советы, областные советы, уже исключаются из этого. Все будет делать чиновник. На чем еще, извините, на чем еще на следующей неделе будет акцентировать внимание Верховная Раде оппозиционный блок? Оппозиционный блок занимает свою следующую позицию. Первое. Значит, он должен, должно отчитаться правительству и представить программу выхода из экономического кризиса. И на базе соответствующего уже программы, если она будет принята, будет тогда, значит, парламент принимает законы, которые реализуют программу. Второй момент. Мы обязательно акцентируем внимание и поставим вопрос о политических репрессиях. Ведь что сегодня произошло? Сегодня арестовали на два месяца без права залога бывшего министра юстиции Лаввиновича. Какая реальная причина ареста человек, который никуда не прятался, жил в стране, ходил на допросы и был законопослушным гражданином? Неделю назад, в прошлое воскресенье, было отвратительное событие, которое опозорило нашу страну в глазах мирового сообщества. Когда лицо кавказской национальности с компанией своих соратников грубо нарушило государственную границу, а президент Порошенко и его команда, которые обязаны обеспечить неприкосновенность к границам, дали какие-то невнятные комментарии, и никто из этих людей не понес ответственность. Пока были аресты только двух жителей Полтавской и Волынской областей, по-моему. Мы нашли каких-то двух козлов отпущения. Чтобы отвлечь внимание от этого безобразия, решили арестовать Лаввиновича, чтобы показать, что вот они борются с нарушителями конституционного порядка. А на самом деле реальная причина – это попытка отвлечь внимание от того, что президент и его команда не выполнены данные им конституционные права по защите государственной границы. И мы обязательно этот вопрос поднимем, мы обязательно на нем будем стоять. И требовать освобождения Лаввиновича. Понятно. Спасибо вам за ответы на вопросы. Лидер оппозиционного блока Юрий Бойко был гостем подробностей недели.